Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Глава российского государства в своем выступлении, в частности, изложил видение перспектив сотрудничества на Дальнем Востоке и подходы России к региональной экономической интеграции. Уважаемые друзья, динамичный рост, обновление этого региона в числе наших безусловных приоритетов – важнейшая часть стратегии по наращиванию конкурентоспособности России, ее экономики и человеческого капитала. За последние годы мы сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые, организационные ресурсы. Мощным стилом для макрорегиона стала подготовка к проведению саммита ОТЭС во Владивостоке в 2012 году. Этот форум помог вновь открыть российский Дальний Восток для всего мира. Развитие экономического потенциала Дальнего Востока должно идти одновременно с укреплением его социальной сферы, чтобы каждый житель региона чувствовал реальные улучшения в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, рост благосостояния своей семьи, родных, близких. Будущее Дальнего Востока зависит прежде всего от людей, которые здесь живут, от тех, кто родился здесь, кто приехал сюда работать, кто хотел бы здесь прочно обосноваться. Предстоит работа на многие-многие годы, но мы верим, что вместе обязательно реализуем все наши планы. Дальний Восток России обязательно будет успешным, таким, как его видят, к чему стремятся живущие здесь люди. На Восточном экономическом форуме обсуждены вопросы строительства мостового перехода через реку Лену. В ходе проведения бизнес-диалога «Россия-Китай» инвестиционный проект представил президент компании «Пауэр Чайна» господин Сун Дуншен. По словам китайского партнера, мост станет связующим звеном между двумя странами, своего рода продолжением нового великого шелкового пути. Глава Якутии Егор Борисов добавил, что половину территории Дальневосточного федерального округа занимает Якутия. Перед регионом сегодня стоит задача повышения транспортной инфраструктуры. Мост должен соединить три вида транспорта – автомобильный, речной и воздушный. В дальнейшем на этой базе можно будет построить трансмодальный транспортный коридор из стран АТР на Северный морской путь. Проект является основополагающим для развития такого транспортного коридора, подчеркнул Егор Борисов, выступая в ходе бизнес-диалога «Россия-Китай». Мы сегодня продвигаем свой проект, потому что для Якутии создание логистического центра в районе Якутска, когда там соединятся три федеральные дороги, заканчиваются строительства железной дороги, работает крупный речной порт, всех соединены воедино. Это для нас очень большая главная задача, которую в ближайшее время надо решить, потому что без этого мы двигаться в решении проблемы досрочного завоза, двигаться в разбитии в центральной Якутии других производств, в частности переработки продукции и так далее, нам будет очень сложно. Поэтому этот проект сегодня прорабатывается. Мы имеем решение правительства Российской Федерации о решении заключить конституционные соглашения с инвесторами. В рамках этого ведется очень большая работа. И вот на этом форуме мы как раз одним из них, PowerChain, компанией, которой заниматься, уже обсудили. Ряд вопросов двигаемся вперед и скоро выйдем с конкретным предложением правительства Российской Федерации. В свою очередь Сундуншен добавил, что компания будет строить мост в крайне сложных условиях Арктического Севера. Проект обещает стать масштабным. Общая протяженность мостового перехода составит более 21 километра. Наша компания заинтересована принять участие в строительстве моста через реку Лену. Мы понимаем, что строительство этого проекта имеет огромное стратегическое значение в развитии не только Республики Саха-Якутия, но и всего Дальнего Востока. Наша компания имеет опыт работы в условиях вечной мерзлоты на Тибете. Мы понимаем, как мост через Лену важен для жителей Республики Саха-Якутия, с ним связывает много надежд и ожиданий. Несомненно, реализация этого большого проекта станет важной вехой в развитии китайско-российского сотрудничества. Для реализации любых крупных проектов необходима поддержка местных специалистов. Мы планируем привлекать якутских подрядчиков, будем тесно сотрудничать с местными компаниями. В рамках форума глава Республики Егор Борисов встретился с президентом Монголии господином Баттолгой Халдмаагином. Основной темой беседы стали международные спортивные игры «Дети Азии». Напомним, эстафету на проведение летних игр в 2020 году приняла Монголия. Президент Монголии рассказал, что подготовка к играм уже началась. Создан Национальный комитет по организации международных игр «Дети Азии». Монголия шесть раз принимала участие в играх «Дети Азии», которые проходили в Якутске. Сейчас в стране полным ходом идет подготовка к проведению престижных спортивных соревнований. Создан Национальный организационный комитет, будут реконструированы и построены новые спортивные объекты. В Монголии создаются условия для занятий всеми видами спорта, которые вошли в программу седьмых международных спортивных игр «Дети Азии», а это 20 видов. Данные виды спорта будут включены в программу учебных занятий по физкультуре в монгольских школах. В 2019 году в Монголии планируется организовать национальные детские игры для отбора кандидатов на включение в юношескую сборную команду, которая примет участие в седьмых международных спортивных играх «Дети Азии» в 2020 году. Смотрите, президент Монголии буквально два месяца как вступил в свою должность. Месяц назад он принимал нашу делегацию Международного комитета «Дети Азии» в себя в Улан-Баторе. И как раз шла речь о его участии в Восточно-экономическом форуме. Мы договорились о том, что здесь проведем встречу с главой республики, которая состоялась. На этой встрече обсуждались как вопросы проведения подготовки игр «Дети Азии», так и в целом вопросы экономического и культурного сотрудничества республики Саха и Якутия с Монголией. Кроме того, здесь мы провели широкое обсуждение с представителями различных средств массовой информации, где он ответил на различные вопросы. И на самом деле сегодня у Якутии с Монголией большое количество контактов. Это связано с образованием. Там и учатся наши студенты из Якутии, и работают в монгольских университетах. Есть преподаватели, большое количество туристов. И что интересно, самая известная певица, исполнительница, она наполовину Саха. И она очень популярна в Монголии. Я думаю, что это в том числе поможет в рамках культурной программы «Игры «Дети Азии» и также в республике быть заметной. Егор Фанач Борисов, глава Якутии, вчера на встрече с президентом Монголии, кроме того, предложил провести национальный праздник ИСЭХ в Монголии. И президент Монголии поддержал эту идею. Я думаю, что в ближайшее время начнется подготовка этого тоже большого события. Подготовка и проведение «Игры «Дети Азии», она, конечно же, будет проходить при очень активной поддержке и самого Международного комитета «Игры «Дети Азии», как собственника этих игр, так и Олимпийского комитета России, который является учредителем нашего комитета. Это и консультативная работа, и в целом участие в работе организационного комитета. Мы уже начали эту работу в составе организационного комитета Монголии, передавая опыт нашим коллегам о том, как нужно правильно подходить к организационным вопросам, потому что их очень большое количество. Несмотря на то, что еще впереди три года, достаточно большой объем работы предстоит. И мы будем работать, направляя туда и волонтеров, направляя, в свою очередь, волонтеров из Монголии на различные спортивные мероприятия в Российскую Федерацию и на соревнования в Азии. Поэтому, конечно же, и Российская Федерация, и Олимпийский совет Азии, и национальные олимпийские комитеты будут очень активно участвовать в этой работе. В сборную России наверняка попадаются в спортсменные Приморья. По положению проведения международных спортивных игр в Азии зафиксировано, что где бы эти игры не проходили, участниками будут являться сборные Российской Федерации. Их несколько. Во-первых, это сборные республики Саха-Якутия. Во-вторых, это сборные федеральных округов Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Республики Татарстан, Башкирии и города Москвы. И поэтому команда будет представлена. А это, по сути, половина участников всех игр Дети Азии, потому что российские команды традиционно приезжают по всем видам спорта, которые представлены в программе игр. Это одна из самых, наверное, ключевых моментов поддержки проведения этих игр. Действительно, Якутия третий раз принимает активное участие в Восточном экономическом форуме. И знаменательно, что вчера наши мероприятия начались в подписании соглашения с субъектами Дальневосточного федерального округа. Это Приморский край, Амурская область и Юрийская автономная область. Мы имеем со всеми субъектами, девятью субъектами Дальневосточного федерального округа соглашения, протоколы, которые делают нашу деятельность, совместную деятельность в документальной протокольной основе. И у нас в прошлом году мы подписывали соглашение с Хабарским краем. Это было в Охотске. И знаменательно, что это земли, которые в севере Хабарского края и юге Якутии могут быть совместными полями совместной экономической деятельности. В программах и в протоколах отражается наша деятельность, в первую очередь по экономике, совместные экономические проекты, это основные транспортные коридоры, поставка взаимная различных товаров, продукции наших товаропроизводителей с обеих сторон. В частности, в Хабарском крае у нас ведет очень успешная торговля якутскими товарами, колбасными изделиями, пищевой продукцией, продукцией ППК Якутии и ювелирными изделиями. Ну а вот Якутия, мне по наслышке, знает тоже продукции Хабарского края, которые находятся во многих продавках наших магазинов. Кроме того, идет большой обмен продукцией производственного, технического значения для новых предприятий, для новых производств и так далее. С Амурской области у нас есть очень большое соглашение по взаимопоставкам кормопроизводства и нашего сельскохозяйства. И в частности, у нас уже который год развиваются взаимные свои отношения, это побратимство наших улусов с городами, с районами Амурской области, Хабарской края, Еврейской области, Приморской края. И в этом мы видим тоже наши резервы развития взаимных отношений. Это не только народная дипломатия, но и экономические отношения в разрезе малого бизнеса, среднего бизнеса. И вы знаете, в этом году у нас объявлен годом товаропроизводители Республики Саха-Якутия. И наши товаропроизводители на уровне лусов, на уровне городов активно работают в этом направлении. Редактор субтитров А.Семкин